всем добрый вечер наконец-то мы добрались до нашего бесплатного вебинара напомню что меня зовут владимирович и я веду очень много курсов в центре специалист периодически выхожу время вот создавать такие безумные бесплатные вебинары один другого безумно ну по направлению по курсу понятно дело тут очень много чего я буду думаю еще в конце курса в конце вебинара перечислять куда вас агитировать если вы еще не с агитированы да ну немножко похвастаюсь являюсь зонт инженером прямо не распирает это на каждом курсе это сертифицированный инженер компании zend это связано с курсами печки но поскольку у нас вебинар бесплатный по вредным советам html то больше похвастаться хочу своим экзаменом под названием 7480 который предлагает сдать компанию microsoft всем тем кто хочет закрепить знания html 5 так что обратите внимание запомните эти циферки через тире ну и вебинар не был бы бесплатным если бы я не мог прорекламировать что ближайшие курсы которые я стартую всегда доступны по ссылочке которые указаны сейчас на слайдике так что в любой момент вооружайтесь смотрите ссылочку набирайте номер заветный и договаривайтесь о новых курсах ну сразу немножечко о том как будет вебинар происходить проходить я очень прошу всех проверить свои телефоны и звуковые средства вебинарщиков прошу выключить громковые говорители телевизоры аудио видео немножечко беззвучить детей ну или так сделать чтобы они не слышали вебинар мы тоже не слышали да потом послушаем в общем так чтобы запись у нас удалось успешно большая просьба это сделать ну теперь уже начинаем говорить о самом вебинаре на изначально вебинар хотел я назвать типа 25 советов как сделать плохо но название типа 25 советов 100 классных дизайнов 50 там чего-то там последнее время часто встречаются поэтому я просто сказал бесплатные вредные советы или вредные советы по html часто эти вредные советы выкарактеризовываются после вопросов слушателей иногда их помогают сгенерировать клиенты которые просят сделать то не знаю что и вот я предлагаю вам с ним познакомиться и прислушайтесь очень важно первым фазом я не очень долго сидела дольше чем на всеми остальными слайдами презентации значит во первых если вдруг мои советы быстро не ухудшат ваш сайт то знаете что они ухудшат через время на сайт поэтому если есть задачи испортить то конечно надо поочередно всех выполнить ну и если ваш сайт еще хорошо работает или вашего работодателя тут уже знаете как и выставки и так давайте потихоньку начнем ну и еще один момент значит поскольку тема такая вот немножко разнородная сама по себе то я очень надеюсь и жду что вопросы будут задаваться сразу по ходу то есть если там в других бывать вебинарах в конце вебинара чаще всего лектор отвечает то здесь огромная просьба задавать их сразу в чат слушать которые в аудитории слушают и видят наш вебинар можно так задавать вопросы ну и я постараюсь по ходу отвечать естественно что это будет сейчас серьезно не шутка естественно что эти вредные советы понятно для чего предназначены да с одной стороны понять как делать не надо иногда но реже понять как делать надо вот и вы должны сами будете сориентироваться то есть доли юмора к ним относиться надо обязательно и всегда создавался ну поехали с чего начать беседу вредных советах наверно лучше всего самые первые фразы когда начинает создаваться сайт фаза планирования вот вы придумали сайт все лучше начать значит я сразу хочу вам порекомендовать порекомендовать не идти ни на какие курсы не читать никакие книжки не лезть в интернет не строить прототипы страниц а сразу начинать пытаться что-то писать не важно что он будет неправильным главное что вы будете довольны что вы что-то делаете при этом очень скорее всего вы потеряете кучу времени и получится она будет совершенно несмотребельно и все будет плохо и некоторые разработчики некоторые слушатели они к сожалению не прислушиваются к этому совету и начинают забираться сейчас скажу куда они начинают забираться они начинают забираться в разные очень интересные сервисы которые позволяют как раз делать обратно вот я сделал накануне скриншот одной сервисов когда как раз как делать не надо хорошему плохому программисту или верстальщику существует очень много специальных сервисов которые позволяют режиме черновика в режиме набросок режиме прототипа какого-то накидывать весь дизайн это даже не за это просто прототип прототип будущего приложения а может быть кусочка сайта может быть еще чего-то чем плохие эти сервисы во первых они экономят вам кучу времени раз во вторых если вы нарисовали например сайт от руки если вдруг вы решили мой совет нарушить нарисовали сайт от руки то если вы работаете с кем-то в команде надо же этот рисунок кому-то показать а если человек находится далеко от вас надо сделать скриншот или сфотографировать то что мы нарисовали очень часто то что нарисовано она представляет собой ну такой страшный немножко вид поэтому желательно создав на основе таких вот сервисов какую-то схемку отправить ее потом другу там коллеги по работе боссу будущему заказчику они подтвердив то что тут набросала дадут добро и ваш дизайн уже начнет рисовать дизайн а вы начнете на основе того что одобрил заказчик или ваш клиент уже создавать станцию но еще раз еще раз подчеркнем что так делают только какие-то чересчур хотящие сделать все правильные люди настоящие беспредельщики в это не забираются и даже не знают о том что такие сервисы существуют ну если будет время после вебинара я даже покажу несколько таких сервисов в живую в режиме онлайн двигаю с вами дальше следующее когда вы начинаете работать над вёрсткой постарайтесь изо всех сил удивить заказчика коллегу других разработчиков используйте побольше атрибутов свойств css и других вещей которые устарели не используются но как говорят разработчики они еще работают вот например даже на курсе первым html я на первой половине занятия рассказываю про атрибут а вижу вы же помните что такое атрибут а лишь это когда вот вот так газ и вот тут записывается что-либо хорошо это или плохо как вы считаете плохо значит это наш совет делайте так всегда и какие последствия будут валидаторы будут с ума сходить от вашего кода то есть мы знаем как насолить валидатором поисковая оптимизация тоже будет местами проседать не всегда то есть это не гарантированно к сожалению нельзя просить просить и силу используя этот полезен центр но есть и другие замечательные классные атрибуты которые и элементы которые можно использовать вот я всем советую всегда использовать на вредных советах замечательный элемент фрейм это еще чтим и четвертый чем скорее тем знаем и лучше выдержание надежно да там тем тем будет это хуже работать и вы добьетесь цели создать плохой сайт совсем плохо если вы знаете о фреймах и используете что тег знаете о фрейм используете так айфрейм ну это специальный тег для подгрузки одного документа внутрь другого такое иногда пригождается понятное дело что опять это используют те кто чуть-чуть уже в них в тему и знают что предыдущий вариант вообще из ряда невозможного некоторые когда хотят использовать что-то типа айфрейма они делают еще немножко по-другому ну это опять нарушение вредного совета делается вот вот так создается какой-то гиф а внутри дива создается другой диз ну и дальше вы разносите эти делы как-то по стилям или по классам вот у вас вот это идет будет див с айдишником брата а вот этот угол будет див какой-нибудь с айдишником называется месседжи ну например называться вот они тут идет один тут идет и когда вы все сессии когда вы все сессия делаете стиль у в раппи на ширину в раппи на какую-нибудь скажу я не знаю там 200 пикселей и давайте высоту высоту так вот например тоже 200 пикселей а у месседжа у месседжа вы делаете немножко другие расклады тут месяц а тут скажем ширина 200 а высота тысячи что получается то можно прочитать сразу голове отвечать не надо у нас получается что месседж сам по себе он не вмещается внутрь в раппи на и либо начинает вылезать наружу либо мы его немножечко усмиряем как есть еще одно хорошее свойство которое надо обязательно забыть если вы помните это свойство овер фулау подназначение названием чувак hidden hidden и вообще-то говоря вот как полосы прокутки возникают у айфреймов схватно полосы прокутки возьми и не твои треверские дефальди брата дефальди месседж такой вот сожалению я не выдержал дал время полезный совет я постараюсь сдерживать себя такой надо используется вот эта же вещь очень часто используется при построении одностраничных сайтов мы сегодня еще тоже будем говорить потрясающая идея которая пришла когда-то разработчикам создавать весь сайт виде одной страницы но не печь пишной и не в чистом виде темы а какой виде я похоже чуть поговорю на пожалуйста как воспринимает эту схему валидатор прекрасно воспринимает то есть вот это он на ура берет и рассматривает и ничего не ругается то есть тут вот в таком коде будет не будет ни одной единственной ошибки гарантирую опять полезно а потому что все написано абсолютно четко это оболочка это вложенный элемент стилей стиле к нарушению нету и так далее все нормально все прошло другой вопрос как на это отреагирует робот вот здесь себя здесь я сомневаюсь что робот может отреагировать хорошо и поэтому вот это можно дать качестве совета все-таки точно точно почему робот может это сделать отреагировать на это плохо ну как смотрите роботы же любят такие станички которые ориентируем на пользователя правда же да и если на станичка ориентирована на пользователя и внутри месседжа есть текст размером на два листа а4 а в рапер всего имеет ширину и высоту 200 пикселей и все остальное прячет как вы думаете увидят оставить видится остальная часть или нет она роботом увидится но робот увидит что пользователь ее не видит я же говорю нашли себе на задуман как вот такая куча задумок как испортить жизнь сайту робота то есть робот может как-то так посмотреть они же умные роботы да вот роботы же умеют например определить если у вас стоит вот вот так и у вас вот стоит вот вот так например помогала вам как он определяет он определяет что белый цвет текста на белом цвете фона вообще не видим ровно сразу понимает что человек занимается все упряжем и сразу как-то реагирует на это сочи зрения сила поэтому я не утверждаю но предполагаю что здесь может быть такое если месседж будет серьезно больше чем ваш контейнер но еще раз это надо учебочника больше спасить вот такие вот дела так что запомнили это очень классно и еще самый главный совет когда вы будете вот это вот использовать сами же кто-то обязательно начнет спорить говорить что так не надо делать не надо использовать алижин не надо использовать атрибут background в этом случае обязательно постарайтесь ни в коем случае не славь на спецификацию что спецификация написано что это нельзя использовать или ссылаясь на спецификацию говорите что там написано так как вы думаете и используете но никогда не соглашайтесь пойти посмотреть тогда точно вредный совет будет использован ну хорошо у нас по ходу слушатели вебинара задают вопросы один из вопросов а запись вебинара будет до запись вебинара планируется быть выложены на канал специалист тире я надеюсь что не через месяц-другой а через недельку но практика подсказывает что достаточно много времени уходит что дождем все смогут приобщиться к неправильным советам обязательно ну что двигаем наверно дальше разогреваемся и так ну вот это категорические ссылки которые обязательно посещать нельзя первая ссылка которую нельзя посещать это подробная спецификация по html какая версия описано вот по этой ссылке может быть кто-нибудь уже знает какая версия языка описывается по вот этой ссылке кто-нибудь знает кто-нибудь знает вопрос к залу да ну да уважаемые слушатели кажется вредный совет достиг своей цели или даже подтвердил то что есть никто не решился сказать о какой версии языка там написано значит действительно все прислушиваются к этим советам действительно не надо смотреть ну можете так чтобы никто к вам очень много раз не привязывался иметь ввиду что там сейчас октября 14 года идет рассказ об html5 ну большего нам наверное и знать не надо константин например говорит что там 5.1 еще есть версии что там версия 4 не версия 5 там 5 версия версия которая рекомендована для разработки я очень рад что мало правильных у нас ответов то есть вебинар вообще классно для этого ну а вот следующий ссылка это что такое это ссылка соответственно которой не надо смотреть по css и особенно никому не надо знать что css современной версии 3 версии 3 версии 2 он находится в документации не единым куском документации он разбросан побольше многие слушатели закончат курсы не теряются в догадках где же мальти то например документацию по шрифтам css или по цветам css вот и конечно не надо знать что это ищется по модуля понятно да то есть надо написать или не написать в строке поиска любого поисковика что-нибудь типа вот такого сейчас попробую привести пример беру и говорю я хочу я не хочу на практике но похвастаться хочу как найти модуль css и дальше я пишу ключевое слово надо знать какие модули существуют вот например мне хочется найти посмотреть модуль background я открываю background и вот здесь у меня сразу первая ссылочка идет w3.org tr css 3 background вот она видите да если мы откроем этот модуль то мы увидим что на 9 сентября 14 года кандидат рекомендация по версии background и тут есть много всяких классных свойств и те которые мы используем изучаем на курсах и некоторые из которых мы не изучаем и даже страшно сказать некоторые из которых вообще еще не работают или работают неправильно кстати все таки надо посмотреть чтобы использовать те свойства которые работают плохо загляните если будет время вот сюда и что-нибудь пожалуйста тем кто не знает английского уже говорили на первом курсе что в принципе аналог русский ваш хмл или как они называются значит смотрите действительно я на первом курсе html иногда называю некоторые сайты о которых серьезными специалистами немножко грустно их называть потому что в неловкую ситуацию попадаешь дело в том что эти сайты призваны выполнить быстрый старт ваша работа если вы особенно не знаете английского ну вот этот же сайт николай у нас в чате описывает но если мы говорим о том что мы ориентируемся настоящие профи на хороший результат то в этом случае надо пользоваться сайтами первоисточниками а не такими сайтами о которых бывает иногда идет речь или наоборот поскольку у нас семена без вредных советов читайте сайты которые обладают переводными данными и обязательно получаете плохие результаты почему ну вот там встречаются иногда серьезные нелепости я сейчас не буду заходить на этот конкретный сайт ну и по причине того что мы будем рекламировать эти сайты ну вот нелепости случаются и вот я задам один вопрос только как вы считаете как правильно писать бы вот так или вот так это вопрос немножко провокационный и вот как бы вы можете найти первый вариант а почему не второй я в любом случае сказал почему не другой поэтому а почему не второй я говорил правильно первый почему опять же вода отталкиваться на первых порах короче писать вот вот так но на самом деле все зависит от языка с которым вы работаете если допустим о сколько у нас классных ответов сразу в чате смотрите все зависит от языка если у нас с вами язык на котором мы вдруг начнем писать называется xhtml то действительно категорически надо писать br со слышу вот в чате у нас разные там советы пишутся я еще раз подчеркиваю что вот это категорический вариант вот такой нельзя писать без слыша и кстати говоря для всех остальных тоже между прочим да оно вспоминаем вот так вот ну я хитро поступил я в названии вебинара записал что вредные советы бесплатный вебинар html вот поэтому я и из html иногда другие у другого тоже потяги помните классный вредный совет уже сегодня был алижу background просто frame да у нас еще иногда и отдает еще и старыми да все тексты теги закрываются подсказывали я точно константин всегда закрываемся теги не имеем проблем ну есть мнение такое то есть подчеркиваем что на html 5 на html ужас 4 и р и и и 0 50 а я не вижу других почему-то комментариев мы про комментарии даже еще не говорили комментарии они у нас а в смысле в комментарии в чате у нас сейчас в нашем чате да ну да запутались какие комментарии в чате все понятно да ну хорошо дрбр не но только о в и ой андрей вам просто респект андрей предлагает мега вредный совет такой что даже я не придумал его товарищи чтобы все испортить пишите вот так это лучший лучший способ наказать бы статья последние два раза в группах такое встречал кто-то прослушивает классный вариант илья оценил супер да действительно это вот такие супер вредный совет вот это однозначно ошибка в любом и чтим есть такое да ну хорошо давайте двигаем дальше а следующий вредный совет чтобы испортить все чтобы все испортить пишите блокноте будет максим ну в принципе неплохой совет сейчас тоже доверемся следующий вредный совет так вот как настоящий вискальчик надо решать любую проблему как обязательно перебирая все теги и свойства css html да то есть вот на самом деле в жизни так и есть даже на курсах так и есть мы на курсах когда приходим мы занимаемся как мы изучаем каждый отдельный тег мы смотрим каждое отдельное свойство и это на самом деле правильно потому что мы это изучаем но когда мы начинаем работать в продакшене то есть работать на заказ мы не имеем права потратить полчаса или час времени чтобы протестировать что же лучше работает блочный элемент диск или блочный элемент п у нас нет времени на это мы должны уже знать и использовать готовы поэтому вредный совет такой попробуйте все что только можно и только потом смотрите документацию но чаще всего это поможет вам убить много времени хорошо да и пишите в блокноте как подсказали нам в чате супер вообще супер совет а андрей добавляет изобретайте велосипеды не так андрей не не буду называть ваш ваш вариант потому что он у меня сейчас еще будет скоро в слайде вы опередили время спасибо ну и алексей добавляет что у меня в чтим или пятом разрешал оба варианта с бэрами закрывающим и не закрывающим но это то же самое что еще сказал да вы чтим или к то можно и закрывающим и закрывающим подвержен поддерживаться двигаем дальше товарищи это очень интересно значит теперь по поводу ошибок очень часто многие слушатели сдают вопрос на первом занятии чтим и но если у вас есть ошибки то на что они влияют и иногда когда узнаю что они немножечко могут на продвижение влиять огорчаются а иногда ты узнаешь что некоторые ошибки не влияют на это движение радуются скрыт классный вопрос зачем ты за их справлять если они ни на что не влияют поэтому я вам советую не нужно исправлять подумаешь будет скорость не такая или валидатор будет ругаться или там вы на работу устраивались у вас 50 ошибок ну что нужно вовремя все обосновать почему яндекс не справляет уважаемые слушатели это хороший вопрос буквально на днях началась группа по ищем или я забрался чтобы пока возник вопрос покажите сайт который не имеет ошибок я тут недавно создал себе страничку она называется тарасов . про я как-то запамятовал что у меня там на самом деле ошибки есть и показав вот такой вот результат ну все другу дружно долго хохотали что на маленькой страничке но если мы посмотрим вот сюда на эти ошибки то мы обнаружим весьма интересные вещи что же именно мы там обнаружим что небольшой тег link который подключает css стили они он расположен перед закрывающим элементом бати где в принципе обычно не может и не должен быть расположен то есть с точки зрения валидатора расположения линка в самом конце страницы перед закрывающим базе это полный бред почему же так сделал да потому что если мы зайдем и почитаем с вами рекомендации по продвижению которые располагаются на сайтах яндекса и гугла потому видим черным по белому очень ценный совет какой цитирую чтобы ваша страничка загружалась быстрее и пользователи видео ее быстрее располагаете скрипты и стили подключаемые ближе к концу страницы тогда контент быстрее загрузится браузер или мобиль или там в телефон а все остальное подтянется со временем не будет видно и с выигрыш скорости гарантия и вот возникает вопрос на какие ошибки не хорошо реагируют роботы и какие роботы с уверенностью могу сказать что если google дает такой совет то робот гугла не будет реагировать на эти ошибки представляете валидатор количество ошибка робот не реагирует на эту ошибку и наоборот если опять же заниматься продвижением то это идет как целый совет отдельный по продвижению то есть вот так мы идем специально навстречу ошибок чтобы продвинуть свою страничку поэтому действительно максим подмечают у нас в чате что у них свой стиль и им фиолетово на ошибки это точный момент который отображает текущее состояние дел у яндекса свои механизмы и свои навороты достигают таких вещей который который как они же сами себя уже на которые они сами все уже не регион поэтому давайте сделаем вредный совет напишем кучу себе ошибок специально не обязательно из рекомендации гугла или яндекса и все у нас будет плохо и тогда никто ничего не гарантирует но как понятная идея отлично мне кажется вы что-то новое может быть даже узнали сейчас из этого замечательного совета дальше один из сервисов который мне надо пользоваться это сервис валидации css очень часто слушатели на занятиях в беседе там после окончания курса там очень часто многие кто выпускники моих курсов в группах поддержки в контакте приходя вопросы приходя в раздел вопросов или готовых работ задают вопрос или просьбу алексей посмотрите мой сайт который я сделал сделала и они думают что я как мега волшебник из углубного города найду что-то мега нереально рассказываю я открываю их сайт на нескольких сервисов уже готовых один из них это валидатор w3 work 2 это вот этот вот который валидации css делает еще парочку парочку сервисов на юзабилити на скорость загрузки и пересказываю им то что в принципе они могли бы найти сами но в этот момент моя карма возрастает не до наверных высот и все думают что я мега веб-мастер а всего лишь я пользуюсь несколькими сервисами если вы их запомните то вы сможете тоже свою карму по отношению к друзьям повышать конечно 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 можно их назвать попозже дальше один из очень плохих сервисов которые я не называю на курсе это посмотреть как будет реагировать как будет выглядеть и как будет обработана наша страничка с точки зрения мобильного мобильной версии сайта посмотрите наверняка немногие видели этот валидатор я захожу на станичку и ввожу какой-нибудь какой-нибудь адрес какой-нибудь станица ой ну так получилось что я веду адрес сайта списались некоторое время он проверяет обратите внимание это именно проверка мобильной версии мобай оптеки илья говорит там грусть мне кажется слышите ли у детей говорят если и нет там смысла нет проверять грусть грустная правда заключается в том что проверять ее надо обязательно опять из-за тех же самых рекомендаций продвиженцев от яндекса и гугла потому что если вы не проверяете это не означает что мобильных устройств в мире станет меньше все равно кто-то зайдет на вашу страничку и если они зайда зайдя обнаружит что там внешний вид страницы выйдет как-то не совсем так как хотелось бы то в этом случае вы по отношению к своим конкурентам конечно же вот проиграете я попробую сейчас зайти на менее нагруженную страничку тарасов . про и попробовать посмотреть как она будет смотреться сейчас с точки зрения валидатора сейчас с точки зрения валидатора посмотрите пожалуйста моя страничка на которую потратил целых два с половиной вечера занимает 64 процента условного рейтинга не содержит критических ошибок содержит несколько там средних и легко исправляемых и подробнее отчетом указывается здесь как все работает один из комментариев которые у нас есть в сейчас в чате это комментарии что сайт специалиста на мобильном устройстве немножко не такой как хотелось бы море я немножко перефразирую ладно вашу сразу вот я скажу что если вы заходите на именно мобильную версию сайта специалист он выглядит вот так и в принципе работать с ним можно вот если на таком же размере смотреть родную страничку вот в таком аспекте то конечно работать так невозможно она будет прокручиваться масштабироваться и как раз это влияет на негативный отзыв со стороны клиента и робота давайте посмотрим что у нас на специалисты у вас на специалистом видимо серьезная проверка задаются слушатели нашего вебинара а почему не сделать адаптив не ввиду очевидно адаптивную верстку ну наверно это вопрос больше к разработчикам сайта специалиста тут мы тут есть два варианта либо делаем отдельную мобильную версию либо что делаем него ведь делаю даты ну что-то одну из двух на что-то одну и я говорю что первый раз вообще про мобильную версию слышат о сайте специалистов удивительно ну что я на каждом курсе говорил для проверки скорости загрузки станет какой сервис посоветую спроси спрашивает анатолий анатолий будет сейчас у вас чуть-чуть похоже я покажу это не покусить уважаемых нафиге каков процент этого сайта специалисту к сожалению очень грустный процент но если мы за вами заберемся и все-таки напишем htp двоеточие два слэша м точка специалист . то во первых результат будет я надеюсь побыстрее получим и показатель да ничего себе внимание то не было запланировано я сам удивлен такой замечательный цифр 84 процента и отсутствие каких-либо ошибок особенных со стороны в данном случае когда я показывал вам два сайта это специалист ru и m специалист ru то это по факту один сайт но два разных под домена да один основной для всех и другой для только мобильных версий но этого можно избежать если вы будете работать при помощи построения адаптивной верстки я буду сейчас еще об этом говорить как испортить сайт хорошо так ну что и что еще все все знают что наличие проблем от на сервисах куча ошибок и маленький процент всего лишь время для для заработка и для того чтобы забить голову клиенту то есть если мы заказываем сайт вам говорят что ну там будет 50 ошибок наверняка с вас деньги требуют они хотят чтобы исправить стопроцент дальше теперь он как раз поговорим о мобильной версии сайта прошлом году оперативным данным смест google начал особое внимание уделять сайтом с мобильной версии то есть если вы находитесь на одном уровне продвижения с вашими конкурентами и у конкурентов появляется мобильная версия сайта то по запросам с мобильных устройств угадайте чей сайт будет больше проигрывать чувствуете да значит какой вывод не делайте мобильную версию и тогда вы не будете сражаться за какую-то нишу в несколько миллионов там или миллиардов телефонов это не нужно нам дальше значит тем более что все знают что некоторые даже смартфонов нету правда же ну это наверное тому кто допустим мы проверяли вот через google и у нас два человека заходят с мобильника а все остальные с компьютера то есть какой смысл они два человека с мобильника правильно наверняка скорее всего в ближайшие годы у вас ситуация не изменится поэтому смысла мобильная версия вообще девку надо и даже те которые два приходили они пропадут вы ловите мысль абсолютно правильно надо вообще отказаться от каких-либо мыслей юмор чувствуете если что то вдруг серьезно так леонид спрашивает скажите существует ли валидаторы позволяющий проявить сайт доступ извне к которому закрыть к сожалению тут придется дать не вредный а на самом деле серьезный совет и мне кажется леонид он вам не очень понравится в общем да будут и семьи простачки они подают ту ту штуку под названием дадут риси валиды 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 премиум сервис и если мы память не изменяет вы можете ее реально скачать или даже купить всего лишь там каких-то жалких 27 долларов не знаю за какой промежуток времени валидатор официальный сайт w3.org есть такое ну я не помню я смотрел нюансы точно могу сказать что у родного валидатора когда вы проверяете вашу страничку у вас ограниченное количество проверок ну например в день на одном сайте то есть если вы частный разработчик вам этого хватит с лихвой а вот если вы уже небольшая конторка вам надо там несколько тысяч запрос проверить заливные странички то или иной то уже не прокатит уже надо чтобы придумать понятно хорошо так ну что двигаем дальше да и вот теперь хочу посоветовать чтобы вы абсолютно точно избежали работы с мобильной версией вот хуже всего при работе с мобильной версией это отзывчивая или responsible или адаптивная верстка и это медиазапросы если вы на них подсядете то у вас точно появится мобильная версия поэтому постарайтесь не довести дело для знакомства с ними запомнили да значит обычно отзывчивую гибкую верстку и медиазапросы их вместе так вот стараются объединить в чем идея резиновая страница и дальше для каждой для каждого блока прописываются вот такие страшные вещи посмотрите как это запутанно наверняка это не надо использовать на своей странице например это может выглядеть так цвет цвет элементы с идентификатором в рамках при максимальной ширине странички 400 пикселей а мы знаем что на смартфонах очень часто именно размер 400 пикселей позволяет нам сориентироваться что это мобильная версия сайта а для не мобильной версии когда здесь получится можно для планшета сделать вот так можно сделать для уже стационарного монитора например другой цвет фона какой-нибудь оранжевый посмотрите ну разве это круто вам приходится очень много текста писать какой ужас из побочных эффектов вы получаете без создания дополнительной странички мобильную версию сайта из одной и той же чтима из одного и того же чтима документа вы можете наклепав вот этих вот размеров очень много создать вариант оформления для обычного монитора для смартфона для смартфона повернутого на 90 градусов для планшета для планшета повернутого на 90 градусов и всего лишь вам потребуется описать столько медиаскринов вот этих секций сколько видов экранов у вас будет рассматриваться вот такой вопрос допустим вот я делаю подключаю вот этот медиаскрин да все и если мне нужно чтобы картинка была вот так она шапка идет а мне нужно сделать ее короче то есть я перестала ее в фотошопе вот то есть я как бы получается что я сюда записываю новые фактические сайты с новыми памятными то есть если мне надо не изменить просто что куда съезжает а по-другому будет у вас по-другому смотреться вот допустим вы забираетесь на страничку мою вот это вот вот как она смотрится так она смотрится на всех обычных больших устройствах просмотра вот так она будет смотреться внимательно смотрите вот так она будет смотреться уже приспоснут из планшетов еще раз увеличу видите в планшетах смотреться это же не просто так вот эти блоки перепрыгнули вот сюда а вот эта штука перепрыгнул я их расположил при другой ширине на этих местах понятная идея мы ничего не изменили а если вот у меня как ничего не изменили там есть несколько способов ухудшения первый способ это сделать еще одну фотографию и уменьшить второй способ взять ту же фотографию фотографию на ширину у нее записать поменьше вот уж как вы сами решите некоторые делают несколько версий фотографий особенно крупные сайты или изображение несколько версий в зависимости от того как она будет размер подключать ту или другую я вот например для мобильной версии вообще фотографию спрятал чтобы некоторые сервисы по скорости загрузки определяющие хороший сайт или плохой мне сказали что у меня все отлично я спрятал фотографию для смартфона хотя без фотографии как-то не особо но с другой стороны сто процентов ускорение скорости классно а можно просто указать ширину а может другую фотографию все зависит от того как вы решите вот фактически вот в этих фоточках я прописываю новый сайт я включаю до новых фотографий и новые параметры вы описываете css дизайн ну да точнее css дизайн нового представления вашей странички да вот как то так а по скорости загрузки это же тоже наполнительный плюс а если я вписываю там много-много параметров разных изменений ну это же что люди где-то вписываться тоже начались в смысле про медиа нет они тоже по-хорошему должны с точки зрения всяких рекомендаций быть в конце самого базе оно загрузится оно покажется оно покажется оно покажется оно покажется быстро но google яндекс они для себя галочку померят что вы отдали приоритет контенту содержимому а не оформлению несколько что вот это классный сайт это не то что раньше было однозначно проверьте у нас вопросов куча еще в чате отвечаю по порядку а если сайт будет оптимизирован по всей версии сразу и с одним адресом какая вероятность того что робот будет показывать их в топ-5 к примеру сайт какой-то там а не могу сказать не могу сказать с точки зрения seo к сожалению какие-то некоторые вещи я прокомментировать просто не могу не только потому что я этим не занимаюсь но иногда откровенно и не знаю это тестирует а до сего что-то спрашивать почему я никак не уберусь запросы серу я его знаю на уровне любителя на уровне начального профи но никак не на таком уровне когда какие-то хорошие советы давать к сожалению так сергей грустит а с айфона сайт который только что говорили нету фотографий так специально сделал специально сделал чтобы на мобильных устройствах не было фотографии сейчас думаю над той мыслью что ее нужно уменьшить о чем мы сейчас говорим следующий совет совет сходите на html уровень 2 говорит мария я так полагаю предыдущему слушателю спасибо мария отличный совет дэвид спрашивает можем ли мы полностью доверять такому способу проверки размера экрана когда меняем размер окна браузера дмитрий конечно же нет конечно же нет сейчас пойдет очень грустная вещь оказывается ну во первых для мобильных для разработки мобильной версии странички у гугла есть вот такая страшная штука как мобильная версия странички вот он нажимаем вот сюда но и этой версии тоже полностью нельзя доверять а чему же тогда нужно доверять опытные авторы говорят страшную для нас какую кто догадался уже все правильно у нас догадываются слушатели нужно взять все телефоны и все смартфоны и размеры экранов обложиться ими и попробовать свою страничку во всех и то не факт что все будет отлично к сожалению дмитрий как мы видим идеально идеального решения не существует поэтому приходится довольствоваться вот такими вещами порой очень часто к сожалению да вот так тогда проверять на веб-сервисах и тестировать вот такими вот способами других вариантов нет вспомните что говорят вам друзья или знакомые когда речь заходит про интернет эксплорер старой версии какие варианты обработки у нас есть старого е кто был у нас на курсе html 2 тот знает что существует вариант с виртуальными машинами с программами эмуляторами а есть еще виртуальные машины от самой компании microsoft которая содержит нужную старую операционку вплоть до windows 98 со старыми x-горерами полный бред некоторые люди находятся которые запускают скачивают и тестируют поэтому если вы захотите резиновую или фиксированную ширину высоту как угодно прописывать в коде чтобы робот распознавал html максим не понял вопрос если честно огромная просьба написать пояснение для робота писать чтобы он распознавал html я немножко неплохо вот такие вот дела так что еще значит да и вот смотрите самое главное запомните что google не любит страницу созданной для мобильного отображения это должно у вас отложиться навсегда именно даже поэтому он создал такой сервис о чем уже у нас сегодня люди спрашивали я никогда не помню как называется этот сервис поэтому всегда нахожу его так page speed google что обозначает страницу загрузка google чего-нибудь и дальше где-нибудь в районе ссылочки под названием page speed сервис нет это не то это не то может быть это я нахожу вот такой сервис это один из тех сервисов которые я использую когда меня просят проверить страничку и оценить ее вбиваю вот сюда страничку вот сюда в адрес адрес нужной страничке ну давайте начнем издалека специалист.ру хлоп и что тут будет google для тех кто все-таки решил заниматься мобильными версиями страниц придумает сто палок которые вставят вам в колеса чтобы испортить ваше знакомство посмотрите что он тролит он издевается на глазах пока у меня там происходит эта загрузка я запускаю эту же эту же стать да где же она я запускаю этот же анализатор еще в нескольких складочках и пробую проверить странички под названием м точка хотя оно должно и тут было пойматься товарищи посмотрите пожалуйста 62 скорость раз с точки зрения удобства для пользователей 98 и 100 даже я по-моему не могу похвастаться таким результатом то есть с точки зрения удобства для пользователей крупные шрифты удобное менюшка все сразу видно странице автоматически она определила что надо с главной страницы сделать редирект на мобильную версию к сожалению алексей я у яндекса такого анализатора не встречал но с другой стороны если отличие в роботах есть по оптимизации сайта продвижения то двойного робота я считаю для определения скорости загрузки страницы уже не особо нужно ну и с гордостью хочу вам показать вот это чтобы вы знали к кому записываться на курсы в случае чего опа ой я даже ой забыл что у меня там 100 и 100 96 и 100 скорость да я супермен удобство для пользователей 100 и 100 Сергей у нас грустил что фотография не видна на айфоне именно из-за того что фотография не видна на айфоне мне здесь показалось стоит 100 оказывается когда фотография помещалась и ширина у нее не менялась то она помещалась вот на эту размер и когда целая фотография в самом начале google для мобильной версии ругается говорит что там за фотография она что закрывает много места на вашей страничке убрав ее стилями я получил приличные результат меня поздравляет сам google это у меня сейчас подмазывается еще раз повторяю google не любит мобильные версии и все делают чтобы нам было хуже и мобильные версии делать не надо похоже что у нас вредные советы да фотку можно вниз отправить советуют андрей так и сделаю а для компов 95 из 100 ой е видите моя страничка выглядит так как я показываю изначально вот такие вот дела ну что может быть чей-нибудь сайт посмотрим уже готовы алексей говорит что вообще не надо так почему их делают но у нас вредный совет алексей поэтому скажу так чтобы выделываться перед друг другом и заводчики делают мобильные версии сайтов да а максин говорит для планшетов которые сейчас модные тоже делают мобильные версии сайта конечно только оберут ширину планшета как я сейчас показывал в своей страничке и проверяют все то же самое скорость загрузки верстку и так далее это получается что медиа подключают два раза на один на 400 или это он будет похож как на 400 вы можете подключить ваш медиа на огнем ссс файл может на нескольких если я хочу для планшета чтобы он так выглядел а для мобильника так получается что мне вообще еще две версии прописать разных да конечно конечно многие продавцы шаблонов сайтов они заранее так и делают сразу кучу вариантов для разных версий сайтов а еще есть для планшета который вертикально стоит и для ландшета который горизонтально стоит ландшафтный планшет и портретная съемка там можно наслаждаться кучу видите google издевается над нами я же говорил Витя а вот такой вопрос вот вы сейчас упомянули про готовые шаблоны да разные вот можно пару слов допустим почему их покупать не надо почему товарищи да это же я попал в свою стезю почему не надо покупать готовые шаблоны слушаем они экономят место поэтому они экономят время разработки они содержат порой идеальные идеальные валидные коды вот поэтому не надо мы же должны перед разработчиком целую историю строить делать месяц сдавать еще два месяца вот чтобы накрутить цену и так далее а порой у вас бывает что сэкономит время разработки напишет классный код возможно они уже будут готовы к работе с смс это все почему не надо покупать шаблоны но иногда говорят что их надо покупать теперь почему надо покупать некоторые шаблоны оболюдов покупать они бывают запутанными они запутанные покупать шаблон разобраться просто нереально вообще непонятно кто их писал как их писал валидность 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 равно ноль мобильная версия сайта что это такое что это такое как узнать что лучше или кто лучше тут я к сожалению ничего не посоветовали пока не купите не проверить но обычно те компании которые берегут свою репутацию и ценят они стараются делать качественный продукт и если ну и как бы если вдруг даже вы чем-то стали вдруг недовольны то они сразу стараются пойти навстречу и вам вплоть до замены шаблона бесплатно нерезодоплаты константин основные сайты мы можем посмотреть после вебинара уже юрий спрашивает посоветуйте пару компаний где лучше взять шаблоны товарищи наш вебинар бесплатный только потому что он рекламирует наши курсы на которые можно приучиться поэтому в рамках вебинара совета где взять шаблоны и взять их бесплатно не последует ну я могу посоветить пару плохих компаний но это будет совсем нехорошо юрий после вебинара пару ответов я вам конечно же спасибо дмитрий надеюсь это не ирония про классный ответ спасибо товарищи двигаем дальше время поджимать следующее никогда 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 не используйте javascript настанется почему во первых его сложно отлаживать отладкой надо заниматься во вторых надо его понимать голову может сломать в третьих у нас в компании если мы скажем что мы знаем javascript потом от нас никто не отвяжется но тоже так бывает я говорю вообще лучше никогда не использовать зачем нам галерейки слайдшоу анимация когда можно вообще это либо html и миссис сделать в большинстве случаев либо для либо вообще видеоролик заснять и видеоролик показать пусть люди смотрят Сергей нам советует замечательный совет говорит php и javascript для слабаков только html только хардкор да точно есть вот например вот например так вы думаете можно ли написать на html игру крестики нолики вот как вы думаете можно написать или нет ну нужен совет как редактор запускается там я думал так сейчас сейчас я еще прочитаю что люди у нас выпишут в честь нет да на css3 короче народ все что угодно а не на css3 можем написать так вот смотрите вот например берем игру крестики нолики ну ну на джаваскрипте это все понятно раз 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 написал скукотища на печки там вообще тоже то же самое просто ну на html поверьте мне это будет бомба такого не забудут никто не забудет никто смотрите как это делается ну рисую очень каркас у вас получается очень очень длинное полотно странички ну где-то 10-20 тысяч пикселей я думаю вам хватит в этом полотном делите на вот такие вот небольшие прямоугольнички отдельные дивы и в каждом диве прописываете ход игры пустая доска вот эта доска например там какая-нибудь там есть крестик здесь вот крестик нолик и так далее да вы прописываете всех вариантов все варианты поверьте их там совсем мало я считал по моим подсчетам 65000 мне кажется где-то ошибся и больше после того как вы прописали 65000 вариантов человек который единожды загрузив эту страничку он будет играть в фейстике нолике без какого-либо javascript fp вы понимаете на javascript fp вы понимаете другой вопрос что ваша чмс страничка будет весить несколько мегабайт что внутри разобраться в этого кода статичного будет невозможно вот поэтому gs и php однозначно не нужен да вот максим добавляет и особенно никогда не используйте библиотеку jquery jquery ui однозначно уважаемые слушатели максим я бы хотел вам благодарность выразить потому что ваш совет потрясающий почему потому что говорят что jquery это самая известная популярная в мире библиотека на javascript а jquery ui это вот такая самая быстрая штука которая позволяет делать все эти классные фишки типа аккордеон например такую движушку или там кнопочки какие-то вот такие вот или там дата пикер нажимаете там сразу календарик появляется конечно это использовать смысла никакого нету лучше писать это все с нуля потратите пару лет на написание дата пикера зато будет свой родной это первое второе поскольку они популярность их очень-то достаточно такая распространенная мы ну мы к сожалению вынуждены запустить в сентябре целый курс новый под названием jquery ui вот даже из-за того что это очень популярно но совет остается плохим советом не используйте никогда что-то связанное с gs ну хорошо дальше ну мелкий совет даже картинки не нашлось для него не пишите дуртайп и чтим во-первых он место занимает несколько байт во вторых кто-то может догадаться что у вас html 5 а вы скрываете например да то есть тоже аккуратно вот вот дальше ну и главное просто делать и что он или не сделать или не знать и забудь что некоторые чтмл элементы и некоторые css элементы ведут себя по-разному при указанном доктайпе и при неуказанном уже на франкурсе это рассказывает чтмл если вы доктайп чтмл убираете то браузер начинает думать что вы работаете с html четвертым вот такие вот дела леонид говорит а как же с возможностью повесить намертво страницу неуемным использованием джаваскрипта особенно если кто-то зайдется старого компа леонид но только если для того чтобы странички бесконечно грузилась вы абсолютно правы конечно же конечно же именно из-за этого вы абсолютно правы а андрей добавляет всякие библиотеки angular джесс реакт джесс но это уже тяжелая техника тяжелое теление а да николай было фрагментарное точно это кожа мы слушатели двигаемся дальше никогда никогда не пытайтесь уменьшить течимой код потому что он помогает вам сделать серьезный вид и побольше содрать денежки нашего заказчика и разрабатывать сайт как можно дольше вот несколько вредных советов кстати я их сам до некоторого времени сам придерживался например если у вас есть элемент лай обычный элемент лай находится внутри какого-нибудь другого элемента например ул есть такой то всегда 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 пишите закрывающий ли неважно что в документации говорится что закрывающий ли можно не закрывать вот так подписать закрывающий да вот понятно это же касается не только ли элементов это касается элементов п параграфы можно не закрывать это касается элементов т.д. т.д. можно не закрывать поэтому вредный совет всегда закрывайте их вопрос как один слушатель у нас однако сказал навсегда запомнил вопрос а как то что вы написали написать длиннее и на мой вопрос зачем он сказал мне платят за количество строчек мне это умерило я теперь всем советую пишите зачем сокращать код правда да более того как вы думаете нужно или не нужно писать комментарии к нашему коду комментарии вредный совет какой будет вредный совет не нужно писать не пишите не пишите никогда комментарии к исходному коду сейчас объясню честно и абсолютно серьезно почему не надо писать с точки зрения вредного совета пусть сами разбираются говорит илья точно смотрите идея вот в чем нормальной разработке когда верстальщик пишет комментарии он позволяет потом в будущем программисту другим разработчикам сориентироваться что находится в том или ином кусочке html кода теперь когда вы покупаете шаблоны обязательно внутри идут комментарии где начинается где заканчивается та или иная часть зачем это все делается чтобы быстро уметь погрузиться в тот или иной кусочек html кода теперь представьте себе что вы комментарии не написали у вас полторы тысячи строчек html кода насколько долго вы с ним будете разбираться ну чуть быстрее если вы владеете оплатчиком угла чуть медленнее если вы не владеете но в целом ваше решение может превратиться в ужас поэтому в идеале это уже не вредный совет реальность жизни хорошие разработчики пишут комментарии но поскольку комментарии они грузят коды дополнительно бальчики бальчики тратится немножко тратится то перед тем как разместить сайт в интернете берется страничка наша и пропускается через специальную утилитку которая общее название имеют мини фи каторы и дальше идет все что в голову придет html gs css и получается ситуация когда у вас абсолютно верно евгений спасибо получается что у вас коды html записан практически в одну строчку на сайте работает валидация идеальная потому что вы изначально все правильно делали но в исходных кода у вас как у разработчики все с комментариями осталось так такого подхода придерживаться все крупные компании теперь понятен вредный совет не писать комментарии через год вы не будете помнить что должно было быть на место пустых комментариев вот так минификаторы они они обычно удаляют комментарии лишние пробелы пробелы между тегами вот так вот он сокращает конечно один пробел это всегда один байт если у вас будет пять тысяч пробелов у вас будет около пяти килобайт лишний данных если вы как настоящий разработчик беспокойтесь за каждый байт то пять тысяч пять килобайт это будет ну достаточно серьезный кусочек который вы можете уменьшить на странице понятно советую очень рекомендую минификатор сориентировались и запомнили эту штуку двигаем дальше да дальше для проектов в которых больше трех-четырех страничек не используйте php, cms или какие-нибудь фреймворки у нас некоторые люди я знаю так и делают например у нас 10 страниц фреймворк не нужен почему фреймворк не нужен ну всего лишь 10 страниц потом всего лишь 20 страниц потом всего лишь 50 страниц 100 страниц почему не нужен фреймворк он облегчает жизнь он позволяет например поменяв шапку поменять шапки всех страниц 50 на вашем сайте я рассказываю частую историю с чего начиналось мое знакомство с чтм оно начиналось с построения сайта кафедры истории в моем университете когда я создав 10-20 а потом 200 страниц вдруг обнаружил что мне нужно поменять менюшку на всех 200 страницах каждая страница была выверена отвалидирована бережно сложена в нужную папку третьего уровня вложности и когда я понял что менюшку надо менять везде я загрузил я загрузил потому что я не использовал фреймворк так что если кто-то захочет почувствовать мои ощущения лет так 10 назад которые были можете продолжать или делать изначально сайт полностью на отдельных страницах максим вторит мне и дает потрясающий совет не создавайте отдельный css файл встраивайте в каждую страничку нет не вредный максим я уже была обрадовался это не вредный это наоборот вы как-то полезную дали действительно вообще-то говоря смотрите ну часть вредности можно из него конечно подчеркнуть некоторые разработчики которые заходят в поисковые системы заходят в исходный код что они там видят они видят что весь код располагается на ну смотрите тут у меня уже написано 41 реально визуально тут уже под все 100 строчек почему google позволяет себе объединять все отдельные кусочки в одну строчку опять экономя эти байки то есть это наоборот хороший совет но для очень крупных сайтов для мелких сайтов и для средних и даже для многих больших это не подходит это очень крутая практика даже вот не советую дмитрий замечает что но ведь чистый идеальный php код работает намного быстрее особенно на старых машинах не совсем понимаю о чем речь когда мы говорим о чистом идеальном пички коде но любой момент могу возразить что есть вещи которые работают быстрее чем чистый пички пички это например код языка си и код языка си плюс плюс товарищи пользуюсь случаем и к слову хочу сказать что в сентябре этого года планируем невероятное зрелище совместно вебинар двух преподов я со стороны веба и еще один наш замечательный преподаватель который ведет си мы будем проводить битву как лучше сортировать некоторые данные в си или на языках веб-разработки что лучше что хуже где-то в сентябре ориентируйтесь за анонсами я рекомендую си или пички ну пару слов следующим пички очень крут и очень понятен его очень легко начать учить си очень сложно тяжел но делает очень быстро настолько быстро что одно то что пички написано на си уже должно вас подтолкнуть к тому что это работает быстрее поэтому если вы пишете какой-то очень серьезный продукт серьезный продукт не такой что там 50 человек в день заходит а сотни тысяч в секунду людей заходят то возможно вместо пички его изучать на счете либо си либо какой-то си подобный язык который работает гораздо быстрее то есть когда речь идет начинать эти скорости или даже например такая ситуация у меня крутой сервис есть например но этот сервис бедный тужится для того чтобы ему картинку распарсить и что-то там сделать пички делают скоростью а а сидел за скоростью а поделить на тысячу как вы думаете что лучше в работе использовать конечно то что делает в тысячу раз быстрее вы стану и поддерживать писать тяжело на нем и вот мы собираемся на эту тему пообсуждать в сентябре следите за новостями задает вопрос алексей посетил посетил некоторый сайт учебники много изменилось и появились новые слова ну и слова вопрос это все уже можно использовать с html5 самое интересное алексей что многое из всего этого уже можно использовать при работе с html5 и в разных браузерах другая проблема что не все браузеры адекватно на эти вещи влияет отвечает но если хорошая новость оказывается существует библиотечки которые позволяют многие из этих вещей реализовывать даже в тех браузерах которых они не реализованы я сейчас намекаю на замечательную библиотеку под названием andesco.js ну кто за новостями следит был у нас вебинар в начале февраля по andesco.js и этот вебинар ваш покорный слуга провел он должен будет выложить быстро на специалист ТВ мы ждем этого момента так что уже есть уже есть а я значит последил ну я ну должен был боится или я спрашиваю он тоже бесплатный я не успел сориентироваться кто он константин говорит но джесс быстрее чем печь но джесс быстрее констатация факта но джесс быстрее чем печки ну да к сожалению да местами да алексей говорит что насчет питона ну что насчет питона не будем говорить об этом языке питон это новое новое вене новое дыхание в разработке он может использоваться и на рабочем машине и в разработке веб-систем поэтому я сейчас вот смотрю на этот питон и короче я себя подловил я сидел в интернет-магазине и нечаянно набрал и руки набрали книжку по питону я прям каюсь перед php-шниками которых я php веду алексей если что а используют раби вместо php используют все вроде даже джесс можно каким образом делать функцию php это ладжес конечно илья говорит что пандеско уже все есть отлично супер да уже кто-то поблагодарил на таблине заметил за что пожалуйста всегда по поводу кожа скрип ничего не скажу андрей к сожалению ничего не скажу что лучше сейчас использовать дату у нас есть такие штуки как дата у нас есть такие штуки у нас есть такие штуки как тайм вот и вредный совет заключается в том что их уже надо сейчас использовать потому что они во многих браузерах плохо работают а вот jquery light тот же самый датаписер который я сказал что не надо учить он уже эту штуку реализует везде и крус браузер поэтому самом деле ответ серьезный он не будет звучать так лучше пока что работать на джек лисе это если не говорить о вредных советах товарищи ну теперь по поводу целых если вам нужен крупный проект лучше всего выбирать как цены берите первую попавшуюся желательно неизвестную желательно еще монетку подкинуть тогда наверняка вам попадется неизвестная цмс у которого два человека разработчики и те учатся в десятом классе то есть о чем я намекаю группа поддержки должна быть большая на самом деле цмс должна быть востребована все должны о ней быть нужно знать и слышать о ней дальше значит пишите свои цмс и напишите жироспективность или собственные почему это всегда дешевле чем изучать готовую цмс вот представьте себе вам нужно купить автомобиль или вы можете собрать из запчастей которые лежат там во дворе где-нибудь собственный велосипед что будет дешевле однозначно дешевле будет покупка со сбора велосипеда даже если докупите части велосипеда ну подумаешь на работу будете опаздывать ну зато бензин не будете покупать и здоровый образ жизни к чему я клоню на самом деле цмс они если их с умом использовать позволяют сэкономить много времени потому что они реализуют уже конкретные вещи зачем это нужно перечислить жилоскриптомойской изучать отдельно потому что если вас на цмске попросят написать отдельный модуль вы не сможете написать модуль не зная то из чего эти цмске состоят вот этих вот ну а если вдруг все-таки кто-то попросит модуль разработать под неизвестную цмску смело называете цену разработки такую чтобы ваш заказчик нервно начал дергаться порядок цены может колебаться от нескольких десятков тысяч в час но если вдруг заказчик согласится это будет серьезный удар хотя с другой стороны вы сможете нанять фрилансера за часть суммы фрилансер наймет другого фрилансера другой другого и в итоге модуль да она и заседенная класс и в итоге модуль наверно будет сделан фрилансер алексей спрашивает наверно больше лучше пользоваться смс готовыми или писать свою смс ну отвечаю серьезно чтобы не было вычтений зависит от задачи если вы хорошо работаете на какой-то готовый смс если вы хорошо работаете лучше работать на хороший смс она экономит время но если вы пишете какой-то мега навороченный сервис который должен очень круто работать то знаете что обычные смс они все равно накладывают свой отпечаток на производительность и поэтому очень большие проекты они пишутся либо с нуля либо с применением каких-то отдельных компонент но не на готовые смс хотя если бы меня сейчас слышали разработчики на джумле вордпрессе или дупай они меня побили потому что сказали бы что можно на этих смсках достичь невероятной скорости да Максим спрашивает стоит ли использовать визивик-редактор типа всяких там визивик-редактор напоминаю что-то визивик-редактор мы как с вами верстальщики пишем html весь внутри notepad++ или какого-то другого текста редактора но когда у вас надо предложить чтобы менеджер вносил html вы же его не заставите html вручную писать да или заставить надо заставить если вы заставите его жизнь превратиться в черную полосу в этом случае визивик-редактор Максим использовать не надо ну а теперь вывод из этой басни конечно надо не все такие замечательные разработчики как мы с вами некоторым неохота учить html а хочется тяп-ляп-тяп-ляп стронг и талик и так далее поэтому по правде нужно алексей спрашивает своя cms работает алексей к сожалению ответ такой смотря как написать бывают работают замечательно а бывают содержит такое количество дырок что если бы установил чужую cms и два года ее не обновлял то было бы надежно к сожалению так бывает товарищи если вдруг вам придется заказывать сайту какого-нибудь разработчика допустим вы срочно должны мне часть работы отдать на подряд или часто на курсах приходят слушатели которые не занимаются версткой но занимаются разработкой сайтов они менеджеры проектов и так далее и вот они спрашивают изучают html чтобы потом управлять так вот нанимая разработчика ни в коем случае не спрашивайте у него резюме портфолио не тестируйте вполне возможно что он какие-то скрытые системы разрабатывал а может вообще ничего не разрабатывал ну зачем спрашивать опыт мы же должны верить на свой человек не надо говорить человеку что нужно нам в нашем сайте не надо ему предоставлять тогда у него будет творческий полет он сможет вам создавать все что он умеет если он что-то умеет тем более не надо ни в коем случае просить его тестировать сайт и указывать ему порядок скорости загрузки вашего сайта или там оптимизации ваших страниц зачем сделаем все сами это злая ирония сейчас была на аутсорс пусть лучше кто-то делает сколько у нас еще слайдов мы немножко должны ускоряться что время быстро пролетело не используйте CSS фреймворки товарищи мы на курсах изучаем CSS стараемся на первом курсе я рассказываю о таких вещах о которых люди даже иногда порой не слышали даже занимаются но на определенном этапе вас постигнет удивление это CSS фреймворки это уже готовые наборы классов айдишников и стилей которые позволяют решить очень много проблем квитер густав 960 грид систем символ грид и все остальное позволяет не заморачиваться с ширинами количествами и расположением столбцов на странице а делайте это на 1 2 3 на 1 2 3 клепать эти колонки кнопки красивые выпадающие менюшки на 1 2 3 и занимаясь тонкой версткой конечно их использовать желательно ориентируясь в CSS они могут облегчить существенно жизнь и ускорить существенный поэтому будь аккуратным замечательный совет я даже картинку кто-то подобрал для следующего слайда он называется каша в голове совет звучит вредный так зачем использовать отдельные семантические теги header, section article, asite и другие ведь проще взять див на все случаи жизни и наслаждаться с ним вам понравился этот совет? я надеюсь да потому что в случае с дивом роботы будут думать что у вас везде сплошные дивы и не найдут где header а где footer и так далее потрясающе Алексей спрашивает нужен курс по созданию своей собственной CMS у вас есть подобный? не могу не ответить на этот вопрос конечно Алексей у нас есть свой собственный курс правда он называется не курс как создать свою CMS он называется так курс PHP 1 курс PHP 2 курс PHP 2 например мы рассматриваем построение прототипа интернет-магазина в котором основные действия CMS проявляются а именно добавление товара в каталог добавление товара в корзину расчет товара из корзины оформления товара и просмотра товара администратовом магазине основные вещи есть а так вот чтобы к сожалению один курс по созданию CMS это очень тяжелый труд поэтому увы по поводу защиты сайта некоторые аспекты по защите сайта фильтрации сайта мы рассматриваем на курсах родных HP 1 HP 2 но самая надежная вещь для того чтобы сайт защитить у нас есть на страшных курсах которые называются этичный хакинг название говорит за себя там кстати стоимость тоже за себя говорит если вы посмотрите сколько стоили эти курсы там есть три уровня и один из них включает себя в том числе рассмотрение защиты сайта целый кусочек уровня поэтому советую присмотреться но там серьезный курс то есть научись по-настоящему этично хакингом заниматься слово этичное больше всего здесь меняет двигаем дальше вредный совет по изображению постарайтесь удалить все ваши альты на изображениях потому что тогда на них роботы не будут реагировать и картинки по картинкам вы не сможете продвигать свой сайт будет круто дальше фоновые картинки размещайте тегом мг фоновые это те которые идут фоном сайта в этом случае с точки зрения села с точки зрения здравого смысла все будет нарушено наша цель наша цель вебинар достигнута ну а контентные изображения ну например изображение товаров фотографии ваши на сайте и так далее их обязательно размещаете фоном тогда робот не поймет что эта часть картинки является частью товара и не сможет опять же продвигать вас по этой картинке классно пожалуйста хотела спросить во многих интернет-магазинах сделано допустим я могу ну какой-то код или что-то у них увеличивается картинка но если я хочу ее себе скачать допустим я выбираю я плитку грубо говоря мне нужно всегда домой чтобы я потом ее могла посмотреть так вот на некоторых я как бы захожу посмотреть код и вижу как бы эту картинку она открывается у меня на новой строке я ее себе копирую в папочку вот а на некоторых интернет-магазинах вот как не бьюсь я вижу диф который начинает оказывать я не нажимаю картинка как бы активна но при этом скопировать невозможно и самого изображения нет это вот что такое ну а и есть разные есть разные варианты такие вот такой реализации вариант первый это имитировать над картинкой еще какой-то диф сложить ну то есть как бы позиционировать так чтобы у вас над вашей картинке был какой-то еще диф то есть она как бы все равно внизу она но она не бэграундом но она как бы внизу идет это первый вариант второй вариант java script запрещать копирование третий вариант пытаться картинку встроить сразу в самом html это на самом культе мы проходим ну такой специфический вариант но там по идее все равно мы уже скачали то есть первые два варианта больше всего походит наложение diva и спрятание java script и у нас Андрей добавляет не используйте теги фигур и фиг caption конечно какой-то жалкий html5 зачем его использовать Андрею вам респект абсолютно верно Илья говорит есть некоторые специальные атрибуты которые запрещают копировать Илья по-моему это тоже из области вредного совета ну спасибо дальше идем уважаемые слушатели когда создаете атрибут класса постарайтесь назвать его как можно менее понятно в этом случае мы будем походить на опытного разработчика заметьте ведь df и точка ли классы гораздо лучше звучать чем definition light иметь и короче звучат и меньше весят отличный совет особенно классный еще совет я люблю давать для тех кто раньше не сталкивался или сталкивался чуть-чуть с мультиклассами посмотрите не используйте вот это это же сложно для понимания что это такое вообще что это за бред df 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 подумаешь что это мультиклассовость назначение одному элементу нескольких классов ничего страшного что это работает во всех браузер просто это мало понятно и поэтому лучше не использовать какой вывод делаем настоящий не вредный чтобы не запутаться это хорошая практика это делают многие разработчики заберитесь на те же самое на ту же самую страничку библиотечки по которой мы планируем запуститься в сентябре и посмотрите как у них идут классы new и data picker и виджет и виджет и это все в одном атрибуте класс поэтому воспринимайте все наши советы с точностью дома мультиклассовость первым и вторым первым втором на втором точно на первом чуть-чуть показано на втором когда рассказываю о селекторах и их приоритетах дальше интереснее не используйте семантическую разметку уважаемые слушатели немножечко предыстории оказывается на третьем тоже есть мультиклассовость спасибо большое странно что на третьем запустили надо будет уточнить чтобы выкинуть смотрите когда мы своими измерстаем страницу то в этом случае мы следим за семантичностью с точки зрения правильных указаний тегов где нужно п и так далее но оказывается что помимо семантики самого hml существует еще семантика разработанная в стандартах опенграфа в стандарте схема орг и так далее в том числе микроформаты это добавочная информация которая подсказывает роботам что у вас на странице что-то находится ну вот смотрите например где там у меня это все чуть я не вижу а вот 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 так например вы занимаетесь ну не знаю кулинарными рецептами вы можете создать рецепт в деле и в заголовке быть счастливыми и думать что ваш сайт самый крутой на странице серьезно ошибаться либо вы можете создать вот такую вот разметку она на самом деле слегка страшновато но если один раз разобраться можно очень здорово может очень здорово восходиться в чем идея вы указываете многие классы и многие ну атрибуты которые на самом деле в самом html ровно никакой пользы не дают вообще ноль пользы что касается html ассс но с точки зрения роботов гугла яндекса эти вещи воспринимаются на ура эти вещи воспринимаются на ура кроме того у самого яндекса и гугла есть такая вещь она называется если мне память не изменяет она называется как же называется а валидатор микроразметки вы вносите вашу страничку а он у вас проверяет микроразметку если она есть то он извлекает из этой микроразметки какую-то информацию то есть как робот я вбиваю сюда сейчас ады стараться в про предварительно записав на моей страничке совершенно непонятную информацию сейчас покажу какого вида просмотра кода просмотра кода страницы сейчас приближу у меня здесь есть указание на person about кто такой дальше где работаю вот оно все указано в дополнительных атрибутах очень странных которые самому учтим или нету я вношу сейчас этот сайт вот сюда и говорю проверить что же он нашел он нашел у меня что я оказывается Тарасов Алексей веду курсов специалисты что я инженер что связываться со мной можно по телефону центр специалист и что e-mail вот такой-то это же здорово мы становимся более доступными и для наших клиентов и для наших заказчиков поэтому запомните этот совет про плохо семантической верстки у нас даже курсов нет поэтому да и они не нужны заходите аккуратно читаете какие есть форматы их там несколько штук три-четыре выбирайте самый который вам приглянулся один или другой прописывайте внутри тестируете на валидаторе и остаетесь довольными владателями вашего сайта особенно на интернет-магазинах это нужно делать ладно уважаемые слушатели двигаем дальше ну про валидацию на css вальдаторе мы уже с вами поговорили вот а теперь по поводу по поводу css компрессор вот я уже говорил но еще расскажу что существуют сервисы которые сжимают css в одну строчку экономия порой достигает 5-10 процентов за счет пробелов переносов табуляции поэтому совет использовать подобные вещи последний совет из вредных не стоит настраивать киширование css файлов а то ваши сайты будут работать очень быстро этот совет взят напрямую из сервисов компании google потому что google говорит разместите все картинки все css все джаваскрипты на другом сервисе на другом хвостинге вплоть до такого чтобы они отдавались отдельно от вашего сайта и тогда сайт будет грузиться гораздо быстрее по поводу seo очень важная вещь на первом курсе многие спрашивают я немножко иногда что-то рассказываю иногда нет сейчас хочу сказать одно вообще seo это очень простая идея заниматься и даже школьники потому что оно описано буквально в 5 фразах в чем оно заключается в покупке ссылок по любому поводу покупаем ссылку особенно это хорошо если вы работаете на кого то то есть там приходит к вам заказчик надо что-то продвинуть вы говорите сразу сто тысяч если он что-то возражает еще сто тысяч уважаемые слушатели вывод из этой басни таков настоящий что покупка ссылок конечно это важная вещь но она не приносит долговременного эффекта это кратковременный эффект это эффект похоже на накрутку и это может даже выразиться в плохом отношении роботов по отношению к вашим сайтам то же самое касается не уникальных текстов некоторые любят размещать просто не текстов которые где-то посмотрели на чужих страничках это полная ерунда если вы так делаете то ноль эффекта от этого текста может быть хотя мне один мой друг бывший рассказывал что он заработал много денег 15 тысяч мы вспомним с четырех сайтов когда всякую ерунду копировал других сайтов на своих таким образом достиг какой-то минимальной посещаемости счастье было не менее понятно что о каких сайтах идет речь дальше ну я уже сказал по поводу загрузки страниц поэтому всего лишь еще раз напомню что google не только реагирует и ранжирует ваш сайт по мобильности не мобильности но и потому как долго он грузится если ваша станичка периодически загружается дольше чем нужно это означает что вы будете в чем-то чуть-чуть поигрывать вашим добейтесь высокой скорости загрузки страницы и тогда это это настоящий совет не вредный совет старайтесь сделать уже мы слушатели наш вебинар плавненько слегка слегка с выходом за границей подходили к завершению одно из обязательных условий это сказать когда будут ближайшие курсы по html они останутся у вас на слайде они останутся в записи вебинара вы сможете подробно поговорить что есть не буду и пожалуйста какие вопросы появились после прохождения нашего вредного вебинара нет 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 значит микро разметка это не яндексовская это самостоятельные стандарты которые были придуманные тоже наборами компании вот один стандарт вот он другой стандарт это не гугловская google отчасти может быть он принимает им участие в этом всем но и проверяет у него есть валидатор но это вот самостоятельной компании все это самостоятельно аккуратно прописывается вот пожалуйста вот они достаточно большие просто описание как это все может происходить как это может все размечаться поэтому это не связано напрямую с яндексом косвенно яндекс может эту микро разметку вашу прочитать что-то вывод какой-то сделать быстрее найти показать пользователям и все будет нормально если на сайте очень много маленьких изображений то есть дальше у меня есть странички делают что предположим там интернет-магазин много-много товаров маленькие изображения да и вот некоторые первая страница вторая страница допустим 100 изображения да 12 изображений а если вот эти все изображения допустим вот у меня есть ну грубо говоря 50 штук и я хочу чтобы они все 50 штук были просто вместе это как бы хорошо или не очень смотрите значит как разместить я подчеркиваю еще раз вопрос как разместить много картинок маленьких ну самый идеальный ответ это поместить их в спрайт если вы слышали а что это такое если не слышали то всегда думаете что спрайт это напиток но все зависит от того контентные они или или они фоновые они у вас наверняка контентные скорее всего правда дизайнерские то фотография на паспорте это часть контента или дизайна картинка наша ваша это контент обназначен а вот и рисунки красивенькие которые там идут переливаются это контент или это дизайн это дизайн так вот если у вас контент то на спрайт может и не прокатить это размещать но тогда придется вам эти картинки либо все массы туда писать либо один из вариантов внедрить в тело странице саму картинку чтобы она ниоткуда не загружалась втором курсе внедрение утяжеляет вы же говорите мелкие поэтому я отвечаю не сильно мелкие это потрясающий вопрос значит не сильно утяжелит это себя я настолько мелкие сколько байт 10 байт 10 килобайт 100 килобайт это уже действительно не мелкие надо думать загружать к сожалению наверно я просто к тому что это только относится к юзабилити или это еще как-то влияет на запрос конечно влияет ну так же то есть если я делаю там первая страница вторая страница это будет легче запрошаться вот такой вопрос как робот посмотреть сколько там контента на странице это что же отдельный вариант так я попробую ответить на следующий вопрос ооо максим говорит уже завтра на вебинар записан максим можно я сделаю вид что вы приняли это решение в момент проведения бесплатного вебинара хорошо то есть вас это сподвигло ура дальше юрист что по курсу и разбраузерная верстка там что там какие дела значит по поводу курсов кроссбраузерная верстка значит я сейчас открываю пусту благородная верстка и хочу объявить что ближайший курс по кроссбраузерной верстке будет 26 апреля по воскресенье по воскресеньям утро день с десяти до пяти поэтому юрий присоединяйтесь пожалуйста я буду рад димитрий спрашивает можно ли с помощью микроразметки создать видимость полезного контента на странице димитрий димитрий очень похож вопрос как сделать так чтобы поверить заставить верить роботов то чего нету если вы именно это хотите сделать то конечно это плохая идея да но это плохая идея однозначно то есть все роботы последнее время не стали настолько умны что ну в общем нету нету смысла рисковать или только я вам ничего не заходил да андрей говорит вместо иконок не используйте шрифты отличный вредный совет если у нас местами отображается текстовое содержимое на иконках на маленьких изображениях то не использовать шрифты шрифты меньше весят же отлично совет илья говорит у меня остался вопрос по поводу вебинара по языку си против php он будет бесплатным или нет илья пока что для своих то есть для вас это будет бесплатно на самом деле для всех бесплатно да это будет вебинар на самом деле там не совсем будет против си против php там будет формулировка такая как какие плюсы и минусы в сортировке данных и вот мой оппонент будет отставить свою точку зрения а я постараюсь доказать свою а вы сравните насколько кто более будет крутой хорошо на ваш выбор поэтому 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 приглашаться на этот курс будут люди которые хотя бы немножко услышали о программировании там уже можно но если чисто то причем это просто будет скучно почему на этот курсе можно приглашать на этот вебинар можно было приглашать всех даже неважно даже если не знаете а вот а то попадут только те которые будут знать чуть-чуть немножко хотя в основе спрашивает анатолий а когда же у нас без ближайшей москвей объявили 18 00 4 у нас в субботу начинается курс в майской с 10 до 5 такой плотненький график так что присоединяйтесь а сейчас я уточню это я или это мой коллега рабочая они это я да все правильно это я да это мое расписание так что да будет действительно батл алексей я надеюсь дальше я всех благодарю за внимание я надеюсь вот этот вот вебинар с вредными советы вам пригодился и вы с юмором отчетесь к нему и сделаете все не так как я сегодня советовал на этот весь на это вся надежда но у нас на сегодня все я всех благодарю надеюсь до новых встреч всего доброго